Скорпион и Саб-Зиро одни из самых знаковых персонажей Мортал Комбат. Они также являются самыми злейшими соперниками франшизы или по крайней мере были ими. Перед началом просмотра попрошу вас обратить внимание на то что у меня появился новый канал в телеграм. На этом канале мы стремимся обеспечить вас постоянным потоком интересного и полезного контента по Мортал Комбат. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас чтобы не пропустить ни одного из интересных материалов которые мы приготовили для вас. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Долгожданная Мортал Комбат 1 это одновременно и продолжение Мортал Комбат 11 2019 года и перезагрузка временной линии популярного файтинга. Хотя перезагрузка временной шкалы не является чем-то новым для серии. Впервые она произошла в Мортал Комбат 2011. Эта последняя перезагрузка похоже принесет с собой некоторые огромные изменения в канон Мортал Комбат. Прежде всего, ожесточенное соперничество между последними воплощениями двух самых популярных ниндзя, поменявшихся палитрами. После второй перезагрузки серии, объявленной в предстоящей Мортал Комбат 1, дружба Скорпиона и Саб-Зира, возможной была недолгой, но официальный анонсирующий трейлер игры указывает на значительное расхождение с каноническими отношениями пары как врагов. В трейлере Скорпион и Саб-Зира стоят друг перед другом в небоевой позиции, Диктор говорит. Подразумевая семейные узы между некогда яростными соперниками. Впоследствии это подтвердил один из создателей Мортал Комбат и главный креативный директор NetherRealm Studios, Эд Бун, во время презентации на открытии Summer Game Fest, где он заявил во время премьеры. Многих из этих персонажей вы уже видели раньше, но теперь они рассказывают совершенно другую историю. Саб-Зира и Скорпион теперь братья, все эти вещи, которые раньше были соперничеством, теперь союзники. Саб-версия тропов Мортал Комбат, таких как конфликт между двумя ниндзя, похоже является определяющим фактором, для значительной части сюжетного режима Мортал Комбат 1. Во время своего выступления на Summer Game Fest, Эд Бун вкратце объяснил причины значительного переосмысления мотивов, союзов и отношений многих знакомых персонажей, отметив, что хотя предстоящая игра является перезагрузкой, она также является сиквелом предыдущей игры, и следовательно, происходит во вселенной, созданной Богом Огня Лю Кангом после его победы над Кроникой, Хранителем Времени. С момента своего появления в оригинальной игре Мортал Комбат, Скорпион и Саб-Зиро были злейшими врагами. Эти два ниндзя, принадлежат к соперничающим кланам, Скорпион, настоящее имя Ханза Ха Саши, клан Ширай Рю. А Саб-Зиро, сначала Би Хан, а позже, в серии, Куай Лян, клан Лин Куэй. Однако помимо этого, их казалось бы непрекращающаяся вражда, была в основном результатом личных трагедий, желания отомстить, а также психологических и иллюзорных манипуляций коварного колдуна Куан Чи. В первой временной линии Ханза Ха Саши, был убит во время выполнения задания по поиску древнего артефакта Би Ханом, оригинальным Саб-Зиро, а его семья и клан были уничтожены Лин Куэй. Впоследствии Ха Саши был воскрешен Куан Чи, в образе воина Скорпиона и отомстил первому Саб-Зиро, убив его. После этого Куай Лян, младший брат Би Хана, занял место Саб-Зиро, и их соперничество оставалось напряженным до конца Mortal Kombat 4, когда Куан Чи раскрыл свой обман, якобы положив конец некогда жестокому соперничеству Скорпиона и Саб-Зиро. Их вражда во второй временной линии началась точно так же, однако конец их соперничества значительно отличается. В Mortal Kombat 10 Саб-Зиро спас Скорпиона от Фроста, и после того, как Куан Чи раскрыл его обман, они помирились. Это привело к тому, что некогда заклятые враги сели пить чай, обсудили свое прошлое, извинились за свои проступки, а затем оставили свои разногласия в стороне и объединились в союзников. В Mortal Kombat 11 их союз был возобновлен, в четвертой главе сюжетного режима Огонь и Лед, в которой нынешние версии Скорпиона и Саб-Зиро проникли на киберфабрику Лин Куэй, и сражались вместе против Кибер Лин Куэй. Хотя ожесточенное соперничество между Скорпионом и Саб-Зиро далеко не исчерпало себя, решение изменить такой основной аспект канона франшизы неожиданным, но понятным образом, возможно, придаст Mortal Kombat 1, последней части игровой франшизы, охватывающей более трех десятилетий, уникальную, даже освежающую межличностную атмосферу, особенно в сюжетном режиме. Кроме того неясно, как будут развиваться их семейные отношения в этой третьей временной линии, но вполне возможно, что то, что они братья, может послужить катализатором для будущей злобной вражды между ними, которая может продлиться несколько игр. Аналогичным образом измененным соперничеством, однако лишь намек в официальном анонсирующем трейлере, являются отношения между частыми врагами, персонажами Mortal Kombat 1, Милиной и Китаной, несмотря на то, что пара сердечно сидит на заднем сидении кареты. Характер их отношений в Mortal Kombat 1 пока остается неясным. Независимо от будущих деталей их канонических отношений, Скорпион и Саб-Зиро останутся популярными бойцами во франшизе Mortal Kombat и, несомненно, столкнутся друг с другом. Если не в сюжетном режиме, то бесчисленное количество раз в режимах Versus и Online. Примечательно, что изменение внешности, мотивации и взаимоотношений персонажей не единственное нововведение в Mortal Kombat 1. Геймплейные изменения также произведут революцию во франшизе, в частности, появление Cameo Fighters, новой игровой системы, которая, похоже, станет основой предстоящей игры. Cameo Fighters – это эволюция популярной механики Tech Team из Mortal Kombat, 2011. Она позволит игроку выбирать второстепенных бойцов для помощи во время боя, расширяя возможности игрока в бою, комбо и даже фаталити.